Здравствуйте, мои дорогие! С вами на связи Викана, гостей моего канала. Приглашаю подписаться к теме моего канала «Любовь и отношения». Кому нужны личные расклады, обращайтесь ко мне лично. Будем разбираться в вашей ситуации, если вы запутались и не знаете, как дальше быть. Что он думает? Хочет ли он продолжать отношения? Вот такие вопросы мне часто задают на консультациях. И давайте посмотрим. И я всегда, знаете, как говорю, вопросы могут быть одинаковые, а информация в раскладе может быть совершенно разная. Что он думает, что он чувствует? Что он думает, что чувствует к своей женщине? Он видит, что женщина непростая. Он видит, что она живет своей жизнью. Что она создала свою жизнь. А то, что она очень серьезная женщина для него. Очень серьезная. И сейчас просто быстро действовать он не будет. Знаете, есть такие мужчины, которые говорят там, через месяц, через два, «Давай подадим ЗАГС заявление распишем». Здесь такого не будет. Он хочет фундаментально найти подход к этой женщине. Он хочет серьезных отношений. Он думает, что если он будет торопиться, он просто не достигнет своей цели и не завоюет эту женщину. Да и она не согласится на быстрые отношения, как он думает, на быстрые решения для этого вопроса заключить с ней брак. Она особенная. Она знает, что она хочет. Она хорошая хозяйка, как он видит. С ней ему уютно, с ней ему комфортно. Но он очень сильно боится ее потерять. Он и сам человек, видимо, уже не совсем молодой. Здесь мы видим верховного жреца. Человек, который, может быть, даже сейчас, как вам сказать, в браке-то и сам находится. Либо в процессе развода сейчас. Либо хочет закончить отношения в своем браке. Возможно, он женат. Мы это тоже здесь можем видеть. Но о его женщине, о которой мы сейчас говорим, о которой сейчас смотрит этот расклад, она особенная женщина. Даже, возможно, женщина земли. С нихи земли. Такое тоже может быть. Просто так она никакого мужчину к себе не подпустит. Он понимает, что он рядом с ней оказался не просто так. Она просто позволяет ему быть рядом с ней. Но у нее, как он понимает, очень серьезный взгляд на мир и на отношения. Просто так мужчина, который обещает ей только звезды и солнце, как говорится, звезду с неба достать и солнце, она на такое не пойдет. Она фундаментальная женщина. И она твердо знает, какого она хочет на мужчину. И он хочет ей соответствовать. Хочет ли он продолжать отношения с этой женщиной? Да, у него есть такая тема, будем так говорить, продолжать эти отношения с этой женщиной. Как бы ему сложно не было, а ему очень сложно. Он боится лишний раз ей что-то сказать. Он лишний раз боится спугнуть эти отношения. У него сейчас вообще, в принципе, романтический такой, знаете, настрой. Посмотрите, две четверки сразу, две четверки стабильности. Это говорит о том, что вот он сейчас не хочет торопить эти отношения, хочет подумать. У него, кстати, очень много задумок для этой женщины. У него, знаете, такой план есть по завоеванию этой женщины. Но есть помехи, помехи из прошлого, которые часто не дают ему совершить какие-то действия в сторону этой женщины. У него есть тайна. Тайна неприятная, и он боится ей в этом признаться. Возможно, он, опять же говорю, скрывает, что он может быть женат. Либо у него привязка есть к детям. Он очень переживает о детях в своей прошлой семье. Такой тоже может быть. И поэтому он даже и сам пока не готов к серьезным отношениям. Пока он хочет, вот как сейчас есть, вот так, чтобы и продолжалось. А вот его в страхе мы видим. Он боится одиночества. Он боится остаться один. Он не любит конфликтных отношений. Он не любит, когда ему что-то высказывают. Вот он боится вообще каких-то вот стычек, каких-то ссор. Они его выбивают из колеи. И он очень надеется, что эта женщина, она не такая. Что она не будет с ним выяснять отношения. Что он хочет мирной жизни с этой женщиной. И он понимает, что сейчас ему тяжело, вот на данный момент, ему очень тяжело. Он очень панически боится ее потерять. Но он понимает, что все-таки труд его будет тернистый, ухаживание его будет очень тернистый, очень сложный. Почему? Потому что он считает эту женщину чуть не святой для себя. А он не такой, на самом деле. Она даже по социальному статусу, по воспитанию, возможно, выше его, как он считает. И он ее не дотягивает. И он этого боится. Он боится ей не соответствовать этой женщине. Аркан смерти показывает, что он верит только в лучшее. И он понимает, что просто так сказать ей что-то подойти и просто ей предложить что-то не получится. Она возьмет время подумать над тем, что он ей скажет. Он даже иногда боится ей что-то говорить, потому что боится просто выглядеть глупым в ее глазах. Может быть, какие-то есть другие женщины, интерес к другим женщинам у него есть. Вы знаете, он не святой на самом деле. Он вообще уважает женщин. А мы видим Аркан солнца. Это нормальный мужчина, который может пофлиртовать, который может сделать комплимент другой женщине. Он умеет оценивать женщин. Знаете, есть такие мужчины, у которых бабы дуры. Это не такой мужчина совершенно. Он умеет найти подход к другим женщинам, но не к этой женщине. Понимаете, с этой женщиной он как ребенок. Если там есть какие-то другие женщины, на работе, возможно, в кругу его знакомых, там он раскомплексован. Он ведет себя просто, знаете, очень легко. Он может и пошутить, может что-то сказать. Там он себя чувствует вполне, знаете, таким удачным мужчиной. Он понимает, что он нравится другим женщинам. Но рядом с этой женщиной он становится просто немногословным. Он теряется, он робеет. Но он не святой, да. Он понимает, что он один-то не останется, но панически боится потерять эту женщину. Поэтому интерес у него есть, как у любого нормального мужчины. А представьте, если мужчина, который вообще не интересуется женщиной, вообще на них не смотрит, в таком случае у его женщины, которая рядом с ним, ему тоже не будет цена. У него просто мужской любиды, ну, знаете, теряется. Оно угасает. Мужчина должен смотреть на других женщин. Он должен уметь оценивать женщин, чтобы хотя бы свою женщину сравнить с другими женщинами и понять, насколько она красива и прекрасна и она сравнивает с другими женщинами. Все становится в сравнении, вы же понимаете. По поводу прошлых отношений. Да, у него были прошлые отношения либо есть. Также я вижу, кстати, действующую жену. У кого-то есть жена, которая воздействует на него до сих пор и не дает ему забыть его. Либо это женатый человек, либо разведенный человек. Мы здесь видим несколько. Но шлейф прошлых отношений его не оставляет. Возможно, это еще одна причина, почему он все-таки ведет себя так рядом с своей этой женщиной. Страх. Некий страх мы видим, да, вот здесь. опасения, что он может ее потерять. А почему потерять? Потому что приедет та женщина, либо придет, может ей позвонить, может наговорить чего-то плохого, либо он понимает, что она хочет его вернуть обратно. И поэтому, соответственно, он пока не торопит события. Ему, возможно, даже нужно решить вопросы. Решить вопросы здесь. Вот. С этой женщиной. С прошлой женщиной. Поэтому не закончим вопрос прошлой женщины. Он, конечно, не может сейчас твердо. Вот видите, у нас открывается еще одна подсказка, почему он не сильно-то и действует, не сильно торопится строить отношения с этой женщиной, потому что боится, ну, может быть, даже о чем-то рассказать в прошлом. Может быть, даже скрывает, что он женат, и что у него есть какая-то женщина. Вот здесь, вы знаете, у кого что угодно может проиграться. Ну, мы здесь видим аркан императрицы. Женщина, вращающее колесо, то есть, воздействующая на этого мужчину и оставляет его в паузе, в постоянной. Пауза – это то, что вот он остановился, да, и ждет, когда же все-таки она оставит его в покое. И давайте посмотрим перспективы отношений на будущее. Что вас ждет с этим мужчиной? Вот на данный момент, что я вижу, его сомнения пока еще не пропадают, отношения будут продолжаться, но он пока будет стоять на двое пути. На двое пути, следовательно, у человека есть шлейф, да, просто отношения, как я сказала, есть выбор, он стоит на выборе. Но пока, пока он будет сейчас находиться в этих отношениях, он будет ждать, он будет чего-то ждать. А ждать мы видим, что он, видите, стоит на двух дорогах человек, он будет ждать все-таки разрешения ситуации. И правильно делает. Почему? Потому что сначала нужно разобраться в одних отношениях, а потом уже четко решать свою судьбу с другой женщиной. а другую женщину мы здесь видели. Представляете, у нас получился даже какой-то любовный треугольник. Он будет тянуть время, он не будет торопиться. Да и женщина сама, мы здесь видим, вот как здесь мы видели, королева. Пентакли, она прекрасно осознает, что только идущая осилит гору. Да и торопиться некуда. она знает о своих возможностях, она понимает, что она не останется одна. У нее есть, может быть, любимое хобби, любимая работа, чем она, она заполняет свой досуг, у нее организовано время. И она действительно тоже не торопится. Она не торопится, она, я так думаю, что все-таки если кто-то сейчас смотрит, это даже совет, не торопитесь. Он не торопится и она не торопится. Следовательно, есть перспективы отношений. Есть. А дальше надо смотреть, что будет дальше. Перспективы есть, что они не расстанутся какое-то время. Ну, я так думаю, что в ближайшие два месяца они будут вместе. А диагностику можно делать дальше. Что же будет дальше? Что же дальше изменится? Поэтому вот такой, дорогие мои, для вас расклад. С ним можно продолжать отношения. человек реалистичный. Мозковой центр у него работает. Он прекрасно знает, что он делает. Это реальный человек. Это умный, мудрый человек. Может быть, вы видите его немножко по-другому. Но я так думаю, что никогда не нужно торопиться. И никогда не нужно торопиться быть. Самое главное все делать осознанно. Вот такой, мои дорогие, для вас расклад. Я это увидела вот таким образом. Всего доброго. С вами была Викана.